Вопрос, который сегодня мы планируем рассмотреть, вносится на подобное совещание не впервые. В конце прошлого года или в начале этого мы подходили к этой проблеме. Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И опять же, абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила. С первого дня этой операции я требовал от руководства Министерства обороны, от вас всех, с учетом уроков войны, определиться, какое оружие нам нужно будет для нынешней армии, нашей армии, если вдруг нам придется с оружием в руках защищать свою страну. Как мне докладывает в очередной раз министр обороны, потому что мы на эту тему с ним постоянно разговаривали. И я от него требовал постоянно, смотри, смотри вокруг, наблюдай, делай выводы. Уроки, уроки и еще раз уроки. И как мне было доложено, что уроки извлечены. И когда я задал вопрос, ну, а с позиции сегодняшнего дня тот разговор о вооружении белорусской армии, подходы изменились? Да, изменились. Иначе и быть не могло. Поэтому вот под этим углом мы сегодня должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год. Это главный документ, который должны принять, который регламентирует вопросы поставок для наших вооруженных сил, вооружения, военной техники и других материальных средств. В сложившейся обстановке данная повестка как никогда актуальна. Только что я говорил о Украине, которое, вот события в Украине наглядно показывают, что только войска, обладающие современным, высокоэффективным и обязательно нужным для нашей территории оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом, продовольствием, способны решать поставленные задачи.